Хотела как лучше, а получилось. На мэра Наринмара Татьяну Федорову завели уголовное дело. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В мэрии заверяют, Татьяна Васильевна только лишь помогала пожилому, заслуженному человеку, привести в порядок документы по квартире. А для правоохранительных органов это стало поводом для уголовного дела. В режиме жесткой экономии сегодня администрация региона принимает ряд непопулярных мер. с тем, чтобы оптимизировать расходы региона. Государственная поддержка на стартапы. В округе объявили победители конкурса грантов. С главными событиями к этому часу в студии Иван Никонов. Пенсионеру просто вернули его же квартиру. Глава Наринмара Татьяна Федорова на брифинге с журналистами местных СМИ рассказала свою версию того, что стало предметом уголовного дела, которое возбуждено против мэра Следственным комитетом России по Архангельской области и Ненинскому округу. Напомню, согласно официальной информации ведомства, глава города злоупотребила своими должностными полномочиями. Подробности в материале выпуска. По версии следствия, в 2013-2014 годах чиновник оказал содействие в получении знакомым, который не являлся нуждающимся в жилом помещении двухкомнатной квартиры из социального жилищного фонда. В последующем подозреваемая согласовала заявление о приватизации указанной квартиры, расположенной в городе Наринмар, стоимостью около 2,5 миллионов рублей, в связи с чем квартира выбыла из собственности администрации города и перешла в собственность заинтересованного лица. А теперь другая версия, которую изложила нам глава города Татьяна Федорова. Тем знакомым, о котором говорит Следственный комитет, является почетный гражданин Ненинского округа Федор Степанович Филиппов. Именно его квартира и стала фигурантом уголовного дела. Еще в начале 90-х семья Филипповых построила кооперативную квартиру в городе Ульяновске. Затем в 92-м году постановлением город-администрации Федор Степанович обменял эту квартиру на квартиру в доме 5А по улице Евтысова. Это подтверждено официальными документами. Все они имеются в администрации Наринмара. Давайте первое. Обмен произведен между Степаном Владимиром Егорычем. О том, что Степану Владимиром Егорычу в 90-м году было предоставлено авиапредприятием, не муниципалитетом, а авиапредприятием Евтысова 2. Вот я просто хочу, чтобы вы просто взяли и посмотрели. Именно эту квартиру Степанов и обменял на квартиру Филипповых в Ульяновске, о чем гласит обменный ордер. Это обменный ордер Степанов и Филиппов Ульяновск. Ульяновск на город Наринмара. Я хочу, чтобы вы просто посмотрели со своей стороны. Дальше. У Филиппова находится в Ульяновске. Ульяновск отрадное. Выдано ордер Ульяновским городским советом. На состав семьи. Значит, я вот здесь сначала посмотрю, пожалуйста. Состав семьи два сына и точно так же состав семьи входит два сына. Чисто для обзора я вам показываю. Но эти доверенности, я думаю, это не имеет значения. Дальше вам показываю. Администрация города Наринмара разрешает Степану Владимировичу обменять ведомственную квартиру города Наринмара по улице Явтысова с Филипповым Федором Сипаловым на кооперативную квартиру города Ульяновска. Документ в Ульяновске. Обменяв свою квартиру в Ульяновске, семья Филипповых получила ордер на квартиру в Наринмаре. Напомню, все происходило в начале 90-х. Поэтому ордер был главным законным документом. Но история на этом не закончилась. В 2013 году скоропостижно скончался один из двух сыновей Фёдора Степановича – Сергей, который на тот момент проживал в квартире на Явтысово. Ничего из документов, кроме того самого ордера, к этому моменту у семьи на руках не было. С этой проблемой Фёдор Степанович и обратился к главе города Татьяне Фёдоровой с тем, чтобы заключить с городом договор социального найма. Я ему отметила, Фёдор Степанович, но с моей стороны возражений нет. Мы только запросим документы, так ли это. Действительно, вы построили квартиры в Ульяновске и действительно ли были документы, подтверждающие, вам разрешили обмен. После этого мы с вами, у меня возражений нет, коли ваша семья, коли ваш сын там проживал, коли, если действительно, что был обмен, кооперативная квартира на городе Наринмаре, мы, безусловно, будем узаконим. И узаконили. В январе 2014 года было подписано постановление городской администрации о заключении с Фёдором Степановичем Филипповым договора социального найма с включением в него другого сына Александра. На основании уже, значит, действующих документов, типового договора, ордера на живое помещение, да, значит, со стороны администрации было издано постановление о заключении договора социального найма, да, не предоставление, а именно заключение на основании документов, которые вам предоставлены. То бишь, значит, со стороны администрации города, на наш взгляд, нарушений действующего законодательства не усматриваются. После заключения договора социального найма Филипповы подали заявление с просьбой разрешить им приватизацию своей же квартиры, которой фактически владели вот уже 22 года. Все документы, подтверждающие вышеизложенное, мэрия города направила в Следственный комитет ещё в конце сентября. Между тем, Следственный комитет России по Архангельской области Ненецкому округу возбудил против Татьяны Фёдоровой уголовное дело, обвиняя её в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие продолжается. Ненецкий округ по-прежнему живёт взаймы. Исполнение бюджета остаётся напряжённым. За минувшую неделю в казну региона поступило доходов на сумму 230 миллионов. При этом израсходовано более 512 миллионов. Из них на содержание казённых учреждений потрачено порядка 13 миллионов. Более 4,5 миллионов на содержание органов государственной власти. О состоянии казны региона сообщила руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого округа Татьяна Лагвиненко на оперативном совещании при губернаторе. 110 миллионов рублей на минувшую неделю составили субсидии бюджетным учреждениям на образование, культуру, спорт, здравоохранение и соцзащиту. Порядка 58 миллионов ушли на социальные выплаты населению. 38,8 миллионов рублей в форме субсидий направлено на поддержку юридических лиц. Бюджетные инвестиции в гособственность составили 242,2 миллиона рублей. Это два объекта – федеральное софинансирование школы на авиаторов и дорога на Ренмарусинск. По информации главного финансиста региона, на минувшей неделе округ привлёк бюджетный кредит в сумме 500 миллионов рублей. Таким образом, государственный долг на сегодня составил 4,6 миллиарда, превысив предельный размер установленного в регионе госдолга. Делано это для покрытия кассового разрыва. В своё время, это допустимо по бюджетному кодексу, в своё время, ещё в конце января 2016 года, Департамент финансов предупреждал всех главных распорядителей бюджетных средств о ситуации, к которой мы сегодня подошли. Значит, мы направляли всем письма после получения прогноза по Харегинскому СРП. Если сейчас вы посмотрите на диаграмму, то за 9 месяцев окружной бюджет получил собственных доходов менее 50% годовых назначений, о чём мы предупреждали в своё время, в начале года. Мы сейчас живём за счёт кредита. Сегодня регион живёт в режиме жёсткой экономии. По ряду причин Минфин отказывает Неницкому округу в федеральных средствах. Среди них высокий уровень бюджетной обеспеченности на одного жителя округа, высокая средняя заработная плата по региону, большие расходы на органы государственного управления и огромное количество социальных выплат, большинство из которых не отвечают критериям адресности и нуждаемости. По словам Татьяны Лагвиненко, сегодня администрация региона принимает ряд непопулярных мер с тем, чтобы оптимизировать расходы региона. Это вынужденные меры с тем, чтобы на сегодняшний момент выжить, поскольку следующий год будет сложнее по следующим причинам. В связи с низкими ценами продолжается снижение доходов от налога на прибыль нефтяных компаний. Доходы от Харягинского СРП будут ненамного выше уровня этого года. Но в следующем году нам придётся уже полностью платить за полученные коммерческие кредиты. Если в этом году у нас был манёвр с бюджетными кредитами, то в следующем году эти расходы составят более 600 миллионов рублей. И наступают сроки возврата полученных коммерческих кредитов. Поэтому призываю всех руководителей отнестись к этому очень серьёзно и начинать серьёзную работу по оптимизации расходов. Напомню, по ранее озвученной информации, доходы бюджета Неницкого округа в следующем году, по сравнению с запланированными на этот год 16,5 миллиардами рублей могут снизиться на 30%. Такие цифры содержатся в предварительном прогнозе социально-экономического развития округа на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов. Семь стартапов получили государственную поддержку при создании собственного бизнеса в Неницком округе. Победителей конкурса грантов определила специальная комиссия. Перед комиссией свои проекты представили 18 заявителей. Начинающие предприниматели рассказали о своих бизнес-планах и их значимости для жителей Неницкого округа. Рейтинг участников выстраивался по ряду критериев, в том числе в таких показателей, как экономическая эффективность бизнес-проекта, количество потенциальных рабочих мест для жителей округа, объемы налоговых выступлений в бюджет, приоритетная сфера ведения бизнеса. По итогам конкурса победителями признаны семь стартапов в сфере сельского хозяйства, обрабатывающего производство, оказания услуг населению. Два из них предполагает создание нового производства. Проекты разные. Это и КФХ, в селе Несь будет поддержано, и детские у нас направления по организации в студии дополнительного образования детей. Это и производство лодок на территорию округа. То есть проекты в основном направлены на создание дополнительных услуг и дополнительных видов продукции для наших жителей округа. Кроме того, господдержка будет оказана предпринимателям округа при открытии новой базы отдыха, цеха по кузовному ремонту и покраске автомобилей, фирмы в сфере промышленного альпинизма, для оказания услуг по уборке и чистке зданий. Максимальный размер гранта составил 500 тысяч рублей. В общей сложности предпринимателям будет перечислено более 3 миллионов 300 тысяч рублей. Данные средства на поддержку окружных предпринимателей выделены из федерального бюджета. Непрозрачность начисления платежей Рейтинг коммунальных проблем составили эксперты Некоммерческого центра ЖКХ «Контроль». Какие жилищные проблемы возглавили рейтинг? Ситуация стабильно тяжелая. Задолженность организации жилищного комплекса Ненинского округа обсудили на заседании межведомственной комиссии. Самыми главными проблемами жилищно-коммунального хозяйства россияне по-прежнему считают непрозрачность начисления платы, непонятные перерасчеты и загадочное формирование квитанций. На это жалуется каждый пятый россиянин. А вот вопросы, связанные с капитальным ремонтом, жильцов интересуют уже не так сильно. Новый рейтинг коммунальных проблем составили эксперты Некоммерческого центра ЖКХ «Контроль», который основан на жалобах россиян в третьем квартале 2016 года. Волнует россиян также качество работы управдомов. Вопросы управления многоквартирным домом заняли второе место в рейтинге. На третьем месте – неудовлетворительное состояние многоквартирных домов. Стоит отметить, что в прошлом квартале третью строчку рейтинга занимал капитальный ремонт в многоквартирных домах. С тех пор страсти поутихли, и вопросы, связанные с заменой труб и кровли, переехали на четвертое место. Качеством коммунальных услуг недовольны больше 9%. Это пятая строчка в рейтинге. Далее идет неудовлетворительное благоустройство преддомовой территории, в том числе состояние внутриквартальных проездов, состояние зеленых насаждений, вывоз твердых бытовых отходов. Проблема со счетчиками воды и электричества испытывают более 2% россиян. С актуальной для региона проблемой выгребных ям в нашу телерадиовещательную компанию обратились жители жилищного комплекса Наринмар-Вилледж. ЧП произошло еще в прошлом году. В выгребную яму между домами 15 и 17 по улице Международной свалился трактор строительной компании, разломав всю конструкцию канализационного стока. С тех пор жильцы пытаются понять, кто и в какие сроки должен произвести ремонт. И продолжают буквально тонуть в собственных отходах и задыхаться от зловония. В коммунальных проблемах элитного жилого комплекса разбиралась Елена Семеновичева. В нечистотах жители поселка Вилледж утопают уже с лета прошлого года. За это время написано не одно обращение и заявление. Но дальше обещаний дело не идет. Управляющая компания служба заказчика, которая по сути и должна заниматься своевременной откачкой бытовых и хозяйственных вод из злосчастной выгребной ямы, отвечает, что с проблемой знакомо. И ремонтные работы будут проведены в течение летнего периода. На дворе конец осени. Работать будем, делаться будет? Когда? Какие сроки? В течение этого месяца. Отчаявшие жильцы написали письменное обращение главе администрации поселка Искатели Григорию Коваленко, в чем, по их мнению, в ведении находится жилой комплекс. Глава самолично приехал посмотреть на беду жителей, после чего на месте ЧП возвели буквально памятник тому септику, который трагически пал по тяжестью трактора. Ну, это так называемый септик, да? Вот это да. Они нас убеждают, что это септик. По словам главы поселка Искателей, на сегодняшний день все инженерные, канализационные, электросети и земля принадлежат компании Нарьинмар Вилледж. На сегодняшний день все инженерные сети, канализационные сети, электросети и земля принадлежат компании Вилледж. Я там конкретно не могу сказать, как там конкретно называется. Мы выходили с обращениями по передаче инженерных сетей, ответ получили отрицательный. То есть надо заплатить порядка 50 миллионов, чтобы купить у них сети. Хотя мы понимаем прекрасно, что все дома, которые передаются, они должны передаваться с инженерными сетями. А вот по словам представителя компании, которая занималась возведением этого эксклюзивного жилого комплекса, все документы и права на него вместе с обязанностями уже давно были переданы в ведение и администрации поселка-искателей и в окружную администрацию. Коммунальные проблемы жильцов поселка Наринмар-Вилледж на текущих септиках не заканчиваются. Некомфортно и в квартирах, в домах текут крыши. Мы как заселились, до сих пор крыши текут. Мы живем на втором этаже, у нас с потолка течет. Вот у людей на первом. Полы провалились. У нас автобус не ходит. У нас магазина нет. Мы тут живем как на выселках. Проблема протечки крыши у жильцов всего поселка встает особенно остров сезон отепель или обильных дождей. В попытках понять, в чем проблема, жильцы сами залезли на чердак, но безуспешно. Чтобы вода не доходила до первого этажа, предприимчивые жильцы были вынуждены вооружиться ведрами и тазиками. Болимся лимонтировать, потому что неизвестно. Вот, где-то еще течь. Она здесь, вот здесь протекала, здесь. Не знаю, слышно. Слышно, вот, что было все. Капало, да? Да. А там наверху положена, значит, пленка типа целлофана и утеплитель сверху. Ну, кто пленку ложит на потолок, она же все равно отселивает с нее все. Это на чердаке? Да, да, да. Вы поднимались, смотрели, да? Я поднимался. А сейчас там забираться. Там у нас ведра, тазики, чего там у нас только нет. Строительство поселка началось в октябре 2006 года и тогда для многих являло собой панацею от многих проблем. Ведь компания Нарьинмар Вилледж участвовала в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России в Заполярной столице». Вместо этого северяне получили огромное количество проблем и вопросов, на которые никто не смог дать внятного ответа. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Задолженность организаций жилищного комплекса Ненинского округа обсудили на заседании Межведомственной комиссии. Задолженность всех организаций жилищного комплекса перед Печоро-Нефтегазпром на первую декаду октября составляет 174 миллиона рублей. И эта цифра постоянно растет. А действенных мер по ее погашению не принимается. Задолженность управляющих организаций перед поставщиками ресурсов газа, электроэнергии, воды, тепла составляет более 400 миллионов рублей. Из них 175 миллионов – это долги компании банкротов, то есть невозвратные. Львиная доля задолженности – 300 миллионов за отопление. Задолженность управляющих компаний за водопотребление и водоотведение составляет свыше 115 миллионов рублей. За электроэнергию – 7 миллионов. Как сообщила директор Наринмарского ПОКИТС Наталья Бетхер, финансовое состояние предприятия крайне тяжелое. Так, в 2015 году пришлось списать 75 миллионов рублей за должность компаний банкротов. На сегодня резерв по сомнительным долгам – 315 миллионов рублей. Следовательно, 400 миллионов рублей было изъято из бюджета предприятия. Целый год ПОКИТС работала только на управляющие компании. В ближайшее время за газ и свет предприятие сможет внести не более 1 миллиона 800 тысяч рублей, поскольку счета арестованы налоговой инспекцией и пенсионным фондом. Увеличивается и просроченная задолженность населения. Одной из причин, отметила Наталья Бетхер, возможно, стало снижение доходов горожан. Так что за год ситуация с долгами населения в целом не изменилась. Она стабильно тяжелая. Субтитры создавал DimaTorzok